Привет, вы на канале TradeFacts, с вами Глеб и я экстренно включаюсь по ситуации XRP, что происходит прямо сейчас. Неужели Ripple все? А вот и нет. И давайте по порядку начнем разбираться. Сразу хочу прокомментировать свои два предыдущие видео. 4 дня назад я призывал всех, начинайте фиксировать вашу прибыль, это важно, даже поместил это на заголовок обложки. И в следующее видео, которое вышло буквально сутки назад, осторожно, крупный выкупает. Это как раз говорило о том, я рассказывал возможный сценарий, когда мы будем снижаться по биткоину, как следствие по альтам. И что нам нужно делать, почему это снижение будет происходить, вернее, почему оно может происходить и что с этим делать. И давайте подрезюмируем ситуацию XRP, что происходит прямо сейчас. Первое, на что хочу обратить ваше внимание, это на стаканы. Сегодня целый день наблюдаю за стаканами и у нас ситуация следующая. Что мы видим преимущественно по всем биржам, у нас по аскам стоят плотно, поджимают прямо к текущей цене. Например, сейчас у нас 55,7 цента, мы видим 55,9 цента, 56 цента, 55,8. То есть вблизи к текущей рыночной цене у нас поджимают крупные аски. И это происходит по бирже Binance, по бирже Bitstam, по бирже Bitfinex и также по бирже Kraken. То есть крупный капитал у нас поджимает, он на самом деле не хочет продавать. Но то же самое мы видим на бедах, что у нас на бедах стоят также крупные ордера. Но как только цена к ним подходит, то крупные беды, они сразу спускаются вниз. И для чего это делается? Делается это как раз для того, чтобы прижать цену максимально вниз, как происходит прямо сейчас. И потихоньку, небольшими ордерами, незаметно совершенно набирать себе позицию. Давайте посмотрим ленту сделок, что у нас там за последний час-два происходит. И я прокомментирую, что собственно было там на протяжении дня. Листаем в самый низ и видим общую статистику. Что у нас происходит сейчас много продаж и у нас происходит также немало покупок. Но продажи у нас немножко доминируют. О чем это говорит? Что сейчас слабые руки сбрасывают свои позиции. Мы видим, что у нас там идут продажи, если мы переключимся на эквивалент доллара. И у нас средние ценники там 100 тысяч долларов, 60, кое-где 200 тысяч долларов. О чем это говорит? Да о том, что сейчас слабые и средние руки сбрасывают свой капитал. Они начали паниковать. Блин, мы пробиваем важный уровень 56,8, отправляемся вниз. Неужели все, у нас начинается глобальная коррекция? Нет, глобальная коррекция у нас не начинается. Просто здесь, как я говорил в этом видео, не дадут всем заработать. И мы будем проходить через такие коррекции. Никакой паники на самом деле не происходит. И ее попросту нет. У нас нет ни единой причины. Единственный какой-то новостной, немножко негативный фактор, это то, что Ripple не очень доволен регуляторной политикой США, а покупатели переживают за свои XRP. Если кратко подрезюмировать, что здесь написано, то США не может внести какую-то ясность по регуляции, что касается криптовалют в целом. И особенно по поводу компании XRP. И из-за этого происходят какие-то небольшие волнения. То есть эта новость не негативная, она не несет в себе позитив и немножко совсем сказывается на том, что XRP сейчас не может более, скажем, стойко устоять на своем месте и не опускаться. То есть это единственный негатив, который сейчас в новостном пространстве по XRP происходит. Сразу хочу вам показать, да, давайте посмотрим крупнейшую десятку за сегодня. То мы видим, что у нас там максимальное снижение это ADA и Litecoin на 7%, но Ripple падает на 11% сильнее всех. Почему так происходит? Ну на это есть две причины. Потому что за буквально неделю мы выросли на 167%. Ни одна криптовалюта из топ-10 так не выросла. Соответственно мы и сильнее падаем, чем остальные монеты. Это в принципе логично, это статистика и это математика. Вторая причина, что мы в принципе могли так упасть, потому что у нас есть как раз ближайший уровень, там в районе 56-55 центов. Мы как раз к нему приземлились и сейчас цена пока что не торопится сильно уходить. Отсюда вам такая небольшая торговая идея. Если мы перейдем в режим статистики и посмотрим за изменения, давайте мы на графике смотрим биржу Bitstamp, то мы смотрим именно по бирже Bitstamp, именно XRP и волатильность за последнюю неделю. За последнюю неделю у нас 12-75% волатильности и смотрим ожидаемую цену на сегодня минимум по волатильности. Это как раз 55 центов, собственно, да, где мы сейчас и находимся и куда цена приходила. То есть такая спекулятивная идея номер раз. Сейчас покупаете там на отметках 55-56 центов с целью протянуть там 5-10% и распродаться там на 59-61 центе. Я в принципе так и сделал. У меня капитал полностью в деньгах был и на 10% я прикупил XRP и как бы с целью такой спекуляции. Может подержу немножко дольше, чем там на 7-10%. Первый момент, который важен. То есть здесь я уже вошел в покупки, вы видите, что здесь довольно неплохой уровень поддержки. Значит ли это то, что мы по-любому отсюда отобьемся? Есть вероятность, но она не совсем большая. В принципе, по модели, которая сейчас происходит у нас в стаканах, цену могут дальше продолжить продавливать. Особенно если по биткоину мы сейчас продолжим свое снижение, то по XRP мы можем зайти, скажем, уже в данный коридор и прийти к следующему уровню. Там 45-46 центов. У меня стоит как раз подбор на 46,2 по бирже Binance. Мы сейчас смотрим график битстампа. То есть там я еще на 20% хожу. И я не боюсь, потому что я знаю, что это классные уровни. И с большей вероятностью от них будет уже хорошая коррекция. Но смотрите, обязательно не стоит вам входить на всю котлету. Потому что если вы сейчас тут покупаете на 100%, цена уходит вниз и флетит, то вы сидите вне позиции. Если вы либо фиксируете убыток, либо вам нужно это все непонятно сколько пересиживать. Поэтому также частично набирайте. Сейчас абсолютно никакой паники нет. Сейчас наоборот есть отличные возможности. Для тех, кто не успел купить XRP, потихоньку начинает скуплять, начиная с уровня 56 и внизу потихоньку лесенкой размещаться. Более жирные покупки уже можно делать на отметке 45-46 центов. То есть сейчас ситуация видится именно такой. Нет никакого негатива, ни фундаментального. Ну новостной я не могу назвать это прям полноценным негативом. Просто не очень там хорошие, скажем, события. Хотя о них всех знали, просто сейчас только написали. Вот, по ситуации, по стаканам, по ленте сделок я вам рассказал. Да, целый день у нас происходит такой поджим с асков, чтобы набирать потихоньку поступательно по бедам. И слабые руки начинают скидывать позицию. Там кто-то в убыток, кто-то просто фиксирует небольшой плюс. Но, тем не менее, люди начали переживать. То есть эти два диапазона, эти два уровня, где стоит подбирать актив, я обозначаю на графике. Возможно, даже если мы ниже 45 центов пойдем, это будет еще более отличная цена, чтобы продолжить набирать свои покупки. И не стоит об этом беспокоиться. Потому что в среднем сроке, в долгосроке у нас все по-прежнему очень хорошо. И дальше по ближайшим уровням фиксации. Если это спекуляции, то просто закрывайте свои позиции в плюс 7, плюс 10% от того, где вы их купили. Если вы хотите более выдержать и забрать, скажем, более значимую прибыль, то это уже отметки там 66 центов, 75 и 86. Также напоминаю, что 12 декабря у нас произойдет AirDrop Spark. И как раз в преддверии этого нам еще может немножко дадут вынести цену вверх. Там, возможно, как раз к данным уровням 75, 86. То есть это не 100%, не 90%, что так будет. Но, скажем, у этого есть вероятность. Также не забывайте, те, кто не смотрел данное видео, обязательно посмотрите. И здесь я рассказываю информацию, которую нужно знать до 12 декабря, чтобы, скажем, неплохо на этом и заработать, и не потерять средства. То есть понимать, чего стоит ожидать как раз в преддверии там 11-12 декабря. Вот, ситуация по XRP такая. Не бойтесь, входите частично в покупки. Все хорошо, расставляйтесь дальше на уровне и все будет замечательно. Так, что еще я вам хотел сказать и не сказал. По CoinMarketCap, по снижению сказал, стаканы показал, ленту показал, манипуляции рассказал, новость рассказал. Вот, собственно, все. Принимайте свои решения. Уровни ближайшей поддержки сопротивления также сказал. Ситуация не критичная, все хорошо. Так что пользуйтесь данной ситуацией и не теряйте возможности. Если данное видео было для вас полезным, обязательно поставьте лайк под видео. И напишите комментарий, чего ожидаете вы, продолжится снижение, не продолжится, куда может прийти цена. И также не забудьте подписаться на YouTube канал и поставить уведомления, чтобы не пропускать такие экстренные включения и экстренные обзоры. Вам желаю хорошего дня и на этом все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok